Эфир телеканала ОТС продолжает новости в студии Александра Шарудила. Добрый вечер. Начнем с главного. Новосибирск. Дорожников. И что обещают синоптики? И тепло вскоре дали везде, кроме одного подъезда. Там температура опустилась ниже нуля, батареи полопались, а жильцы вынуждены были съехать. Лед в стояках, лопнувшие батареи и минусовая температура в комнатах. Почему коммунальщики не хотят ликвидировать последствия аварии в многоквартирном доме? Время шло, сосны разрослись и теперь они просто мешают друг другу. Для комфортного роста расстояние между ними должно быть примерно 3 метра, поэтому часть вырубят и отправят на продажу, как новогодние деревья. И лес почистить, и праздничное настроение создать. Как заготавливают новогодние ели и сосны в лесхозах области. Дорожные машины А в Новосибирске Но этого явно недостаточно, поэтому работу городских служб придется перевести на круглосуточный режим. В целом на уборку улиц выведены более 300 единиц техники. Например, в Ленинском районе 21 машина уже на линии, но чье количество техники удвоят. Муниципалитету помогут частные партнеры. Была поставлена задача максимально очистить магистральные улицы от снега и тротуары. Значит, максимально сегодня вывели технику, как в первую смену, так сейчас во вторую смену будем привлекать дополнительную технику. У нас муниципальный контракт есть на привлеченную технику. То есть это самосвалы и фронтальные погрузчики. Будет помощь в вывозке снега. Бороться со снегом в этом году помогает и новая техника. Жилищные инспекции и спасатели применяют квадрокоптеры для облета крыш. Уже обследовано 130 зданий в Ленинском районе мегаполиса. Специалистов интересуют скопление льда и снега, чтобы вовремя их сбрасывать вниз и избежать негативных последствий. От теории к практике. Семь номинаций и 300 педагогов. В правительстве региона подвели итоги конкурса «Сельский учитель». Дипломами и памятными призами наградили победителей и отметили самые лучшие педагогические идеи. Подробнее в сюжете Юлия Алихановой. Лучший урок, учебный кабинет, инновационные идеи, управленческие находки. Конкурс «Сельский учитель» включает в себя различные аспекты педагогики. В этом году 311 участников. Профессия учителя, она очень творческая. И запрос, и самое главное, отдача от творческого подхода именно сельского учителя, она, мне кажется, самая большая и самая эффективная. Потому что только учитель и ребятишки на селе имеют возможность реализовывать свои идеи и инициативы своими руками. Самая востребованная номинация «Моя лучшая педагогическая идея». В ней участвовали 130 сельских учителей. Победителем стала Наталья Валимбахова. Уже несколько лет она воспитывает в учениках любовь к медицине. Своей практикой поделилась на конкурсе. Готовлю детей к этой специальности сложной, специальности врача. Именно начиная с 5 класса и выпускника 11 класса. У меня огромное количество выпускников, которые стали фельдшерами, медсестрами, педиатрами, стоматологами. В этом году в конкурсе впервые принимали участие учителя из Беловодского района. Три педагога преодолели тысячи километров, чтобы получить свои заслуженные награды. Победителем в номинации «Эффективные практики управления сельской школы» стала Марина Владимировна, учитель Беловодской школы. Я рассказывала о научно-методической работе в нашей, в своей школе, на Александровской средней школе. Мы очень благодарны городу и вашему руководству города за помощь. Это книги, это художественная литература, это методическая помощь от ваших школ. Когда ты чувствуешь такую поддержку, такую помощь, тебе хочется работать, хочется развиваться. Конкурс в Новосибирской области проводят уже в третий раз. С каждым годом появляются новые номинации и больше желающих принять участие. Юлия Алиханова, Александр Ведерников, Новости ОТС. Мобилизованные из Новосибирской области, которые выполняют боевые задачи в тыловой зоне специальной военной операции, смогли пообщаться со своими родными и близкими. Андрей Баев узнал подробности разговора. Наши земляки сейчас выполняют задачи в составе группировки «Отважные» в горно-мотострелковом соединении Центрального военного округа. Устойчивый сигнал защищенной линии связи и две веб-камеры позволили военнослужащим увидеться с родственниками. Самое главное видно в ней. Мы думали, будет балаган. Толпа большая наберется, но получилось хорошо. Пообщаться получилось. Теплые слова поддержки передали родственники и дети мобилизованных военнослужащих, а также юнормейцы и представители общественных организаций. В этом разговоре, если и слезы, то только от радости. Все, что хотели, узнали. Сыночек, мой внук, Ванечка, все спросил. Как папа моется, как кушает и где находится. Все самое главное узнали. Ну, приветы передали, и от супруги передали ему привет, и от дочки, и что это все. Я очень сильно соскучилась. Мужа не видела почти уже два месяца. Верю в его победу, что скоро вернется домой. Мои дети ждут, все ждут. Мама, папа, братья, сестры все ждут. Я очень была рада этой встрече. Есть среди военнослужащих горно-мотострелковое соединение и те, кто уже отмечен государственными наградами. Уже, Россия! За проявленные в ходе специальной военной операции на Украине мужество, героизм, отвагу и самоотверженность командованием войсками Центрального военного округа награждены стрелки, водители и связисты, среди которых есть и военнослужащие, призванные в ходе частичной мобилизации. Обошли противника и продвинулись в течение двух суток на полтора километра. Тем самым прорвали фланг противника. В ходе боя был уничтожен танк противника. Люди у меня в подразделении мобилизованные, недавно укомплектовались. Прибыли все с Новосибирска. Сибиряки идут в бой уверенно, несмотря на погодные условия, выполняют все задачи, никаких жалоб нет. Все у нас есть, тепловизоры, приборы, люди пользуются, наблюдают, сами рвутся в бой. Военнослужащих наградили орденами мужества, медалями за отвагу, знаками отличия Ордена Святого Георгия, Георгиевскими крестами. В Новосибирской области осваивают новый метод вакцинации. Теперь у желающих привиться появилась возможность сделать это назально. Специальные насадки уже поступили в большинство прививочных пунктов региона. Наша съемочная группа побывала в одном из них. Дмитрий Антипов оценил преимущество способа. Зажимайте одну ноздрю, мальчика. Делаем глубокий вдох. Два часа после вакцинации не пить, не кушать, не высмаркиваться. Специалисты-вирусологи считают, что такой способ введения имеет ряд преимуществ. Например, помимо общего иммунитета, формируется еще и дополнительная защита на слизистой носоглотке. Вся новинка заключается вот в этой небольшой насадке на шприц, с помощью которой вакцину и вводят в нос. Сама вакцина при этом не отличается. Это самый обычный спутник ВИ. Теперь в пунктах вакцинации каждый может выбрать более комфортный способ привиться. Особо понравится новинка должна тем, кто боится уколов. А вот остальная процедура осталась неизменной. Заполнение анкеты, медосмотр у терапевта. И если противопоказаний нет, в процедурную. Вакцины должны друг друга взаимодополнять. То есть все-таки стартовая вакцинация должна быть в виде инъекций. Я думаю, что пациенты, у которых есть заболевания или состояние, которые очень сильно снижают состояние иммунной системы, то есть иммунокомпрометированные пациенты, должны получать препараты инъекционно. А вот уже для повторных введений, для многих людей, наверное, этот способ введения будет более, так скажем, приемлемым. Новый способ уже доступен во многих пунктах вакцинации региона. А до конца недели насадки поставят вообще в каждый. Дмитрий Антипов, Евгений Павлов. Новости ОТС. Лопнувшие батареи, забрызганные стены, нулевая температура в квартирах. Такова данность для обитателей одного из подъездов дома на проспекте Карла Маркса. Сейчас там почти никто не живет, а вопрос восстановления подвис в воздухе, видимо, до судебного заседания, к которому готовятся стороны. Александр Попов разбирался в ситуации. 5 декабря в результате аварии в 14-м доме на проспекте Карла Маркса было отключено отопление. Ситуация, к сожалению, стандартная для всего левого берега. И тепло вскоре дали везде, кроме одного подъезда. Там температура опустилась ниже нуля, батареи полопались, а жильцы вынуждены были съехать. Маргарита, как и большинство соседей, продержалась ровно один день. В трех носках ходила, один раз переночевала, думаю, нет, поеду к родственникам. Кормили завтраками каждый день, включим-включим, ну и все, квартира угловая, сразу она замерзла. Ну а на пятый день вслед за людьми мороз не выдержали батареи. Лед буквально разрывал трубы, выламывал куски чугуна из секции. Здесь начали взрываться батареи, то есть от льда, то есть разбухать и взрываться. Также взорвались батареи на площадке лестничной и других квартирах. По всему стояку пять квартир не работают. Жильцы утверждают, что все расходы на восстановление отопления управляющая компания намерена переложить на них. Ну я не знаю, или судебном порядке, или нормальным человеческим отношением надо бы разговаривать с ними. Коммунальщики вовремя не слили воду из системы отопления. Теплосетевая компания просто не предупредила управляющую об отключении нескольких десятков домов. По данному адресу, подключенному к 19-му ЦТП, телефонограмма у нас была от ресурсоснабжающей организации по снижению параметров. Это говорит о том, что снижение температуры и давления в трубопроводе. Поэтому и произошло при минусовых, резком минусовых температурах, произошло остывание теплоносителя и перемораживание частично систем отопления дома. Простое снижение параметров не стало бы критичным. Однако случилось полное отключение, и вода в стояках остановилась. Сейчас по запросу управляющей компании проверку проводит прокуратура. К тому же, со слов коммунальщиков, сами жильцы до последнего не сообщали и не пускали в собственные квартиры. Примерно неделя прошла. На месте вы были и видели, что квартиры сдаются посуточно, как хостел. То есть, что в принципе тоже не соответствует законодательству. Когда зашли уже в квартиру, то выявили факт незаконной перепланировки, переустройства инженерных сетей. Сейчас жильцы собираются подавать в суд на управляющую компанию коммунальщики на энергетиков. Определить крайнего в разморозке целого подъезда сложно. Вопросы о том, почему сетевики вовремя не предупредили о подключении тепла, почему сотрудники аварийных служб смогли проникнуть в квартиры лишь спустя неделю, и насколько сильно на безопасность всей системы повлияло переустройство, остаются открытыми. Александр Попов, Антон Мамаев, Новости ОТС. В эфире ОТС Новости. Смотрите далее. В нейтроматологии и ортопедии провели уникальную операцию. Пациент обратился с жалобами на боль в ноге. Но в результате обследования обнаружили сразу две патологии – опухоли и смещение позвонков. Помните старую байку относительно автомобилей «Форд» в начале прошлого века, когда они только сходили с конвейера, их можно было приобрести только в черном цвете? Есть даже версия, что это может быть палеолит. Конечно, эта версия такая самая, ну, острая такая, можно сказать. Если нам бы удалось это доказать, это было бы просто сенсацией. Что такое семья? Это ответственность. Получите максимум от своих сбережений. Откройте вклад на выгодных условиях для себя и своих близких. СМП Банк вместе с вами. Всероссийская программа «Здоровая страна» в гемотест. Три комплексных анализа по 190 рублей. Проверьте сердце, печень, почки, щитовидную железу и получите бесплатную консультацию врача. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Уникальную операцию провели медики в НИИ травматологии и ортопедии. У пациента во время обследования по поводу проблем с позвоночником выявили опухоль в области малого таза. В итоге врачи приняли решение во время одной операции устранить сразу две патологии. Все подробности расскажет Ксения Петренко. В августе прошлого года Александра начала мучить невыносимая боль в икроножной мышце. Ходить практически не мог. Передвигался с тростью. Из поселка Уснера на востоке Якутии ему пришлось ехать за тысячу километров, чтобы сделать МРТ. Но местные врачи ничего не обнаружили. Пройдусь, пришел и вижу. Пройдусь, пришел и вижу таблетки. И не помогали уже. Ну, а так вот. Съездил в Магадан к неврологу, да там мне МРТ сделали. Сказали, что у меня грыжа. Ну, посмотрели, видимо, просмотрели. А потом те результаты, вязали, сюда переслал. И вот здесь больницы мне уже постановили, что сюда приезжай. Врачи НИИ травматологии и ортопедии провели детальное обследование и нашли у пациента сразу две патологии. Истмический спондилолистес, иначе говоря, смещение позвоночных дисков. И неожиданно к этому выявили опухоль в области крестца размером с кулак. Было выявлено достаточно редко встречающееся образование швонома в области крестца. То есть эти образования встречаются достаточно редко. По статистике от 1 до 7% среди опухолей крестца занимаются диспинальных опухолей. Вообще из них только четверть – это швонома. А ретроперитениальные локализации с распространением в область малого таза еще режут. Соответственно, коллегиально было принято решение о том, что пациенту нужно помогать. И две патологии требуют лечения. В итоге медики решили в одну операционную сессию провести сразу две процедуры. Бригады работали 5 часов. Принято было решение делать операцию симультантно с передней поверхности. То есть с трансперитениальным доступом через брюшную полость добраться до опухоли таза, убрать опухоль таза и симультантно сделать операцию по поводу патологии позвоночника. То есть зафиксировать этот позвонок, поднять высоту диска, поставить кейдж и зафиксировать его в положении, в котором он должен быть. Чтобы восстановить позвонки, поставили пластину и кейдж-имплант, который замещает межпозвонковый диск. Посредством этой операции, этой конструкции, позвонки между собой срастутся в единое целое. То есть в течение где-то года, полутора лет эти позвонки срастутся в единое целое, и тогда уже точно позвонок никуда не денется, будет стоять на месте. Все манипуляции прошли успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо, восстанавливается и уже легко передвигается без трости. Правда, ближайшие полгода за его состоянием здоровья будут наблюдать медики. И поэтому Александр принял решение переехать в Новосибирск. Ксения Петренко, Валерий Павлов, Новости ОТС. Две несанкционированные свалки ликвидируют в Новосибирской области. Заключены контракты на уборку отходов с площадок в Пашино и в Барабинске. Причем не только уберут мусор. Подрядчики должны будут рекультивировать земельные участки, которые сейчас завалены отходами. Работы начнут в апреле будущего года, а завершить их планируют в декабре 2024. Финансирование за счет в том числе и федерального бюджета. В рамках национального проекта «Экология», в котором Новосибирская область активно участвует. Несмотря на антироссийские санкции, отечественный авторынок остается привлекательным для мировых брендов. Освободившуюся нишу занимают китайские концерны. Где новосибирцы могут купить авто быстро и, что самое главное, сэкономить и получить бонусы, узнал Дмитрий Белькевич. На данный момент китайский автопром довольно-таки удивительный автомобиль. В первую очередь, они дают гарантию, да, он пятилетний. Там некоторые бренды, даже такие взять, как «Черри», там «Симпро», они дают 7 лет гарантии, либо 200 тысяч пробегов. Также в нашем автосалоне представлены такие марки «Чинганфав», то есть «Эксиды», также присутствуют «Хавалы», «Хавейлы». Есть и корейские, и отечественные машины. Все в наличии, но можно и под заказ. В отличие от автосалонов, занимающихся только одним брендом, в автосалоне «Азимут Авто» любому, даже самому требовательному покупателю помогут подобрать то, что наверняка понравится. Подход к каждому клиенту индивидуальный. Персональный менеджер расскажет о новинках, технических характеристиках машины и предложит оптимальную схему покупки. Стоит только открыть дверь салона. Пешком оттуда уйти не получится. Приобрести автомобиль вообще оказалось очень сложно. Давно очень выбираю машину. Оказывается, машин в автосалонах нет. Приезжаешь к официальному дилеру, спрашиваешь о комплектации, которая тебя интересует. Этой машины нет, ждать очень долго. Я объездила уже почти все салоны города. Приезжаю сюда, здесь есть моя машина мечты. И слава богу, здесь замечательные сотрудники, которые показывают, подсказывают мне вообще про машину. Рассказали абсолютно все. Отличается «Азимут Авто» не только уровнем сервиса, но и кредитными программами, позволяющими приобрести машину мечты как с первоначальным взносом, так и без него. Салон сотрудничает с основным пулом банков и страховых компаний. Кроме того, покупатель может рассчитывать на приятные подарки. Помните старую байку относительно автомобилей Ford в начале прошлого века, когда они только сходили с конвейера, их можно было приобрести только в черном цвете. Автомобили, которые представлены в этом автосалоне, абсолютно разных цветов, абсолютно разных комплектаций. Что самое главное, автосалон мультибрендовый. Здесь есть отечественные, корейские и китайские автомобили, качество отделки которых просто поражает. И не хуже, чем у современных корейских или европейских брендов. Если раньше в элементах отделки автомобилей как европейских, так и китайских брендов присутствовал в основном пластик, то сейчас это уже кожа, другие декоративные элементы, например, отделка под светлое или темное дерево. Автомобиль действительно выглядит очень богато и будет прекрасным подарком к Новому году. А вы хорошо себя вели? Если да, то вам за этим подарком именно сюда. Дмитрий Белькевич, Андрей Дулепов, Новости ОТС. В Институте археологии и этнографии открыли выставку старейших петроглифов Хакасии и Красноярского края. Специалисты исследовали уникальные наскальные изображения, которые большую часть времени затоплены Красноярским водохранилищем. По сравнению с более поздними изобразительными традициями, это наскальное искусство отличается высокой степенью натуралистичностью. Древние художники создавали удивительно выразительные изображения, каждый из которых уникально и при этом передает безошибочно узнаваемый образ животного. Исследования проводят при поддержке Российского научного фонда. Главная задача — определить возраст артефактов. Третье отличиеся Дона Ширы — это эпоха бронзы. И есть разные гипотезы. Предполагается, что они могут быть датированы и уже ранней бронзой, афанасийской культурой, и они могут быть еще более древней. То есть либо это неолит, и есть даже версия, что это может быть палеолит. Конечно, эта версия такая самая, ну, острая такая, можно сказать. Если нам бы удалось это доказать, это было бы просто сенсацией. Но пока мы очень так осторожно на эту тему разговариваем. Огромную снежинку из машин составили новосибирские водители на берегу Аби. Так горожан поздравили с наступающим Новым годом. Автомобилисты украсили берег Аби своими машинами, составили огромную снежинку цифры 2023 и буквы НСК. В акции приняли участие полтора десятка новосибирских автоклубов, 130 легковушек. Водители приехали со своими семьями и устроили яркий праздник. Снежинку для флешмоба выбрали не случайно. Это символ новогодней столицы России. Такой статус в этом году получил Новосибирск. В этом году новосибирские лесничества заготавливают праздничных елей и сосен на 10 тысяч меньше, чем обычно. Специалисты отмечают, искусственные деревья – тренд последнего времени. Тем не менее, некоторые хвойные в любом случае отправятся под топор. Сегодня на одну из плановых рубок в Кудряшовский заказник вместе со специалистами регионального министерства природных ресурсов и экологии отправился Станислав Блинов. Сотрудники Кудряшовского лесхоза рассказывают, что в 2012 году примерно вот эти сосенки усаживал губернатор Новосибирской области. Время шло, сосны разрослись и теперь они просто мешают друг другу. Для комфортного роста расстояние между ними должно быть примерно 3 метра, поэтому часть вырубят и отправят на продажу, как новогодние деревья. Срубить сосну после недавних морозов несложно. Хватает одного-двух ударов топора. Вот этого выбираем. Поэтому для рубки хвойных в лесхозе специально ждали подходящей погоды. Не хочется одни оглобли привезти, чтобы потом их там на базе сжигать. Вот теперь наступил, веточки не ломаются. Ну вот сами посмотрите. Может быть уменьшим ее вот так вот. Вот деревце. Сосно. Разве плохая? Такие вырубки называют уходовыми. В лесхозах области их проводят регулярно. Те деревья хвойных пород, которые заготавливаются на территории нашей области, они не приносят вреда экологии. То есть все деревья заготавливаются в рамках рубок ухода. То есть это плановое мероприятие по уходу за нашим лесом. Подходящих сосенок в Кудряшовском на продажу срубят примерно 200 и еще сотню елей. Ненужное сожгут. На оптовиков в лесхозе не работают. Деревья продадут жителям поселка. По цене в среднем 200 рублей за штуку. В школы и детские сады хвойных красавиц передают бесплатно. Лесничий рассказывает, небольшая выручка пойдет на нужды заказника. Это же наш труд. Мы же его высаживали, мы же его окашивали, столько работы провели. Ну и самим жалко, как так просто сжечь и все. Ну так хоть для поселка привозят. Перед новогодними праздниками сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии усиливают бдительность. Пойманным на самовольные рубки деревьев, кроме возмещения ущерба, грозит административная и даже уголовная ответственность. Когда снегу навалит до Нового года, уже, извиняйте, кто же полезет по такому глубокому снегу? Меньше нарушения. Нынче беда, вот на любом жигуле проедешь елки-палки в лес. Ловили уже? Ну, так, беседы ведем, стараемся, с населением работаем, со школьниками общаемся. А к новогодним праздникам в лесхозах Новосибирской области вырубят 20 тысяч хвойных деревьев. Станислав Блинов, Алексей Баженов, Новости ОТС. Новый год для всех. Актеры театра «Красный факел» помогли создать праздничное настроение детям, которые перед Новым годом оказались на больничных койках. Дедушка Мороз поздравил пациентов с наступающим праздником и подарил подарки. Дед Мороз! Эй, где я? Слышу, слышу. Ух ты, ребята! Дед Мороз. Привет! Отделение ортопедии встречает главного волшебника – Деда Мороза. Поздравление пациентов перед Новым годом стало доброй традицией в стенах научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. Первый раз лежу в больнице перед Новым годом, и первый раз приходит Дед Мороз, Снегурочка, обычно куда-то выхожу, чтобы их увидеть. Я не ожидал этого, был вау-эффект, потому что, ну, я думал, будет просто обычно всё, как обычно в больнице бывает, а тут Дед Мороз. Каждому ребёнку волшебник вручает новогодний шар, с помощью которого, если верить в чудо, можно связаться с Дедом Морозом, рассказать о своих желаниях, и они обязательно сбудутся. Для таких детей вот этот праздник, который приходит чуть-чуть раньше, приходит в таких ярких, красивых костюмах – это, конечно, такой элемент чуда. А позитивное настроение, оно всегда способствует выздоровлению в более короткие сроки. Дедушка Мороз не забывает и о взрослых пациентах, поёт с ними новогодние песни и поздравляет с наступающим праздником. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла, Зимой и летом стройная зелёная была. На самом деле для меня все дети, там от нуля и до 99 лет, то есть это все дети. И каждый взрослый на самом деле он хочет быть ребёнком. Совсем скоро пациентов ждёт выписка. Новый год они встретят дома в кругу семьи. Юлия Алиханова, Александр Ведерников, новости ОТС. На сегодня это вся информация. Чтобы оставаться в курсе событий, будьте с нами в эфире в группе ОТС «Горсайт ВКонтакте». До встречи. Здравствуйте. Прогноз на 21 декабря. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске будет пасмурно. Возможно, небольшой снег. Ветер южный 2,7 м в секунду. Влажность 83%. Температура ночью и днём минус 8-10. В последующие 2 суток будет пасмурно. Возможно, небольшой снег. В четверг минус 12-14. В пятницу похолодает до минус 23. С вами была Ольга Савельева. Всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...